МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устройство, начиненное поражающими элементами, обезврежено. В июле вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю Кимр, планировавшему теракт в День Победы. Во время обыска в специально оборудованном тайнике удалось обнаружить бутылку с горючей смесью, а также пистолет и окровавленное холодное оружие, при помощи которых экстремист ранее совершил убийство местного жителя. Преступник получил 16 лет колонии строгого режима. В рамках противодействия незаконному обороту средств террора в июне в результате межрегиональной операции в 25 субъектах России, в том числе и в Верхней Волжье, задержано 96 подпольных оружейников. 29 подпольных мастерских перестали функционировать. Изъято 385 единиц огнестрельного оружия, 93 тысячи патронов, свыше 30 килограммов взрывчатки. По-прежнему не снижается приток в регион незаконных мигрантов из стран Центрально-Азиатского региона и Закавказья, что способствует формированию террористических угроз. В ноябре задержана межрегиональная преступная группа, всего 21 человек. ОПГ занималась фиктивным оформлением браком и усыновлением для легализации иностранцев. В июне осуждены 6 участников организованной преступной группы, наладивших масштабное производство и сбыт синтетических наркотиков. Подпольные нарколаборатории действовали в Твери, Калининском и Старицком районах. Прекурсоры поставлялись из Украины. Во время задержания было изъято 600 килограммов реагентов. Высокопроизводительное лабораторное оборудование стоимостью более 20 миллионов рублей, а также готовые наркотики в особо крупном размере. В сентябре от 14 до 18 лет колонии получили организаторы контрабанды наркотиков из Китая. Прекращена деятельность крупной организованной преступной группы. Ее участники на системной основе занимались хищением и продажей дорогостоящих иномарок премиум-класса. В марте с поличным при вымогательстве 10 миллионов рублей задержан один из активных членов ОПГ. В ноябре пресечена масштабная мошенническая схема. Руководители нескольких коммерческих предприятий вступили в сговор для хищения бюджетных средств. Деньги были выделены для развития инжинирингового центра «Зеленая химия», производящего биоразлагаемые полимеры. Фигуранты по завышенной стоимости покупали дорогостоящее оборудование. Также присваивали зарплаты подчиненных. Предварительный ущерб исчисляется десятками миллионов. В августе с поличным при попытке дать взятку сотруднику правоохранительных органов задержан руководитель строительной фирмы. Через посредник он пытался избежать уголовного преследования. Сумма взятки составила 1 миллион 600 тысяч рублей. Материалы дела направлены в суд. В камеру смотри. А что вы сделаете, Вартан Кембридж? Я ничего не делаю. Это всего лишь часть успешных операций, с которых уже снят гриф секретности. Все они вызвали значительный общественный резонанс не только в Тверском регионе. Такие результаты достигнуты благодаря высокому профессиональному уровню тверских сотрудников ФСБ. Немалую роль в этом играет богатый опыт ветеранов управления, передающих свои знания действующим сотрудникам. Уже сейчас при активной поддержке Совета ветеранов готовится достойная смена нынешним контрразведчикам. В сентябре 2021 года в Твери открыт кадетский класс ФСБ России. Школа носит имя геройски погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, майора госбезопасности Александра Отрощанко. Сотрудники и ветераны управления помогают ученикам стать достойными защитниками Отечества. Для кадетов запланировано посещение Кашинского района, родины Артура Артузова, одного из родоначальников отечественной разведки и контрразведки. Там в его честь установлен памятник. Работает музей. А в сентябре этого года с участием директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина состоялось торжественное открытие улицы имени Артузова. Сегодняшний праздник объединяет несколько поколений сотрудников, чей кропотливый труд из года в год формировал авторитет и престиж Тверского управления, по праву занимающего достойное место в системе органов Федеральной службы безопасности. Отечественные спецслужбы прошли трудный путь. Сегодня ФСБ России свободна от политического влияния. Строит свою работу исключительно на основе закона. Действует для обеспечения безопасности личности, общества и государства. Результаты работы российских спецслужб с каждым годом находят все более широкую поддержку общественности. Подобное доверие возлагает на них повышенную ответственность. Ведь главная награда для защитников Отечества мир и простое человеческое счастье.